Президент России Владимир Путин в свойственной ему манере смог одной фразой не просто вернуть Пентагон в реальность, но и заставить бояться провокаций против России. Соответствующее мнение выразил военно-политический эксперт Яков Кедми. Он также отметил, что соответствующее заявление глава государства адресовал реальным властям США, а не тем, кто бессмысленно пустословит. Приветствую вас на нашем канале, досмотрите ролик до конца, будет интересно и не забудьте подписаться. По словам эксперта, позиция политического руководства и военного командования США в реальности сильно отличается от громких заявлений тех, кто не несет ответственности за происходящее в стране. Именно на реальную власть в США было направлено заявление Путина о новой ядерной доктрине. Кедми считает ключевым моментом в этом заявлении напоминание о том, что любой удар НАТО по России приведет к ответным действиям со стороны России, которые затронут США, а не Европу и союзников по НАТО. При этом Путин регулярно напоминает об этом Западу, и по мнению эксперта, именно эта фраза отрезвляет американских генералов, не позволяя им действовать слишком опрометчиво. Эксперт выразил уверенность, что Пентагон прекрасно осознал суть новой ядерной доктрины России. При этом данный факт осознали и в США, и в Великобритании, и во Франции. Кстати, чтобы справиться с европейскими ядерными державами, России не нужно стратегическое ядерное оружие, достаточно тактического. И США прекрасно поняли, что имел в виду президент России. Он подчеркнул это, как всегда подчеркивает. В случае ядерного конфликта, первый удар будет нанесен по Соединенным Штатам. Не по Польше, Франции или Германии, а по США и их военному потенциалу. И военные это знают, подчеркнул Кедми. Реакция политиков, журналистов и всевозможных аналитиков, не отвечающих ни за что в западном мире, не играет никакой роли в отношениях России и США, отмечает эксперт. Ровно то же самое можно сказать о призывах со стороны скептиков по поводу проведения ядерных испытаний, чтобы продемонстрировать остальному миру стратегические и тактические возможности РФ. В Пентагоне, прекрасно понимают силу российского ядерного арсенала и не нуждаются в подтверждении его разрушительной мощи. Бесспорно, в западных странах, нет никаких сомнений в том, что Россия обладает ядерным оружием и в том, что оно может быть применено. Все разговоры о том, что ядерную бомбу нужно продемонстрировать или взорвать, это лишь дешевые уловки. Сколько испытаний было проведено в мире, включая Россию, США, Францию, Великобританию и Китай. Все знают, что у России есть ядерное оружие, термоядерное, ракеты и многое другое. О новых видах вооружений пока неизвестно, пояснил Кедми. Опасения относительно возможного конфликта с Россией удерживают Запад от прямого вмешательства в ситуацию на Украине. США и страны Европы стремятся избежать использования вооружений НАТО для нанесения ударов вглубь России. Новая стратегия России заставила американцев и их союзников еще более серьезно задуматься о возможных последствиях подобных ударов, ведь президент России Владимир Путин ясно дал понять, что в случае масштабной неядерной атаки, которая будет угрожать существованию Российской Федерации, Москва может применить ядерное оружие в ответ, заключил эксперт. Дискуссия о ядерном оружии представляет собой значимый предмет обсуждения, однако она не может быть рассмотрена в отрыве от более широкого контекста вопросов безопасности. С соответствующим заявлением 14 октября выступил официальный представитель президента России Дмитрий Песков. В условиях, когда Россия сталкивается с косвенным или даже прямым противостоянием со стороны ядерных держав, таких как Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция. «Обсуждение этой темы, без учета всех аспектов безопасности, представляется невозможным», подчеркнул Песков в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос, добавив, что РФ считает необходимым поддерживать контакты по вопросам ядерного вооружения. Ранее, 9 октября, Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, заявила, что из-за действий западных стран в мире значительно усилилась угроза применения ядерного оружия. Она отметила, что Россия уже предупреждала об этом США. «В текущей ситуации, когда деструктивная политика западных государств может привести к прямому военному противостоянию между ядерными державами, уровень ядерной угрозы значительно вырос», – подчеркнула Мария Захарова на брифинге. Представитель Министерства также обратила внимание на то, что Россия четко обозначила свою позицию, предупредив об этом США и страны НАТО, которые идут по тому же пути в американском фарватере. «Вместо того, чтобы бездумно следовать американскому курсу, необходимо остановиться и осознать, каким катастрофическим последствиям может привести их провокационная и крайне опасная политика», – резюмировала Захарова. Примечательно, что россияне поддерживают политику и настроение Путина по поводу ядерного вопроса. Если было интересно, ставьте лайк и высказывайте свое мнение в комментариях.